Из книги «Открытым оком» том 7. Сема Лапкин книги. Вопрос 1873. «Какие характерные черты у святых вам близки? В чем находите свое подобие им?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В их ошибках даже радостно про это читать, что они такие же доверчивые, такие понятные. Меня столько раз обманывали, я принимал людей в дом, они ели со мной за моим столом, обратились на наших занятиях и потом слепились с поганой газетой «Московский комсомолец» на Алтае с коммунистами и в суде душили меня, как шариковского кота. Но особенно меня радуют все биографии жития, где святые прямо поступают по Евангелию, где обращение людей от проповеди их, где братство близких людей, где прямое обличение, пусть и священнослужители, как у Иеронима Стридонского. Мне это очень импонирует. Филиппийцам 3.17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». 1 Фессалоникийцам 4.1. «За семь, братья, просим, умываляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Григорий Богослов, день памяти 25 января. Был в Константинополе один греческий философ из школы циников по имени Максим, родом египтянин. Он отличался хитростью, лукавством, лицемерием и злобными намерениями. Явившись к святейшему пастырю, Григорию Богослову он отрекся от Эллинского безбожия и после крещения вступил в лоно Святой Церкви. Однако он жил в суете мира и лицемерно прикрывался благоговением, точно овечьей одеждой, в душе оставаясь волком, что незамедленно обнаружится. Святитель Божий Григорий, не подозревая его лукавства, а обращение его из язычества в христианство, считая великим делом, приютил его у себя, как сожителя и друга, сделав своим сотропезником и затем членом церковного клира. Он же последовал примеру Иуды, замыслил отступить от своего учителя и духовного отца и начал против него борьбу. Для исполнения своего замысла он нашел и помощника в лице одного пресвитера, не боявшегося бога и искусного, в коварных предприятиях. В союзе с ним Максим начал хитро и тайно действовать с целью восхитить патриарший престол Константинополя. Этот неизвестный в Александрии человек принадлежал, собственно, к худшему разряду искателей приключений и духовенства. Он представлял собой худую смесь суетного мирянина, лицемерного христианина и показного философа. По наружности он выставлял себя скетом и носил плащ циников, философа, которые выказали полное презрение к земным благам и поставили целью возможного уменьшения телесных потребностей, почему, впадая в крайность, носили ветхую одежду и отказывались от всех житейских удобств, хотя часто лицемерно. Большинство же, притом, почти низшие граждане воспламенились гневом и порицали Максима резкими укоризнами и упреками. Они выражали неудовольствие и самому святому Григорию Богослову за то, что он принял такого человека в сожители себе и удостоил его своей дружбы. Святой отвечал им, не гневайтесь на меня, мужи, за то, что я благодетельствовал этому человеку, не предвидя его злобы. Разве мы повинны в том, что не можем предвидеть чьей-либо злобы? Только одному Богу свойственно знать тайну внутренней жизни человека. Притом, не самым ли законом повелено нам отечески и с любовью отверзать свое лоно всякому приходящему к нам? Иоанна 6, 37. Все, что дает мне отец, ко мне придет. И приходящего ко мне, говорит Спаситель, не изгоню он. Для меня было важно уже и то, что Максим от эллинского заблуждения пришел ко святому крещению. Вместо служения Геркулезу стал служить Святой Троице. Притом он казался добродетельным, хотя и лицемерно. Но лицемерие его и злобы только теперь явно обнаружились. Нам не дано исследовать такие дела. Мы не проникаем в человеческие помышления, не знаем и будущего. Разве только когда Бог откроет нам его, мы смотрим только на лицо, а сердце видит Бог. Этими словами народ был успокоен и затем стал относиться еще с большей любовью к святому Григорию Богослову. Святой Григорий Богослов, видя происшедшее из-за него между епископами Распли и Соры, обратился ко всем им в соборе словом. Я, священный уважаемый пастырь, говорил он, не стремился получить власть над Константинопольской церковью. А если она возросла и прочно утвердилась моим потом и трудами, то для меня достаточно угодить этим Богу и от Него ожидать себе воздаяния. Только любовь моего словесного стада и общество святителей принудили меня принять престол. «Ныне же я вижу Непре из многих ко мне. Знаете же, что я не ищу ни богатства, ни высокого положения, ни почести. Я не желаю носить звание Константинопольского патриарха и без огорчения оставляю епископство. Вы же совещайтесь между собой и делайте, что вам угодно. Мне издавна приятна пустыня, и лишающие нас престола не могут лишить нас Бога». Сказав это, он вышел и оставил патриарший дом. Субтитры сделал DimaTorzok